Время новостей на телеканале Дома о самых важных и актуальных событиях, которые произошли в Украине и в мире, сегодня в прямом эфире рассказываю я, Андрей Джоджула. Добрый день. Подозрения в государственной измене. Решением суда взяты под стражу двое агентов российских спецслужб в Донецкой области. Мужчины собирали секретные данные о вооружениях украинской армии и дислокации подразделений. Для подозреваемых установлена сумма залога в размере 181 тысячи гривен каждому. Следствие установило, в сентябре прошлого года два жителя города Энергодар начали сотрудничать с ФСБ России. Собранные материалы злоумышленники пытались передать через начальника разведки одной из воинских частей в Донецкой области, пообещав взятку. Однако он сообщил о незаконных связях правоохранителям. При передаче денег офицеру мужчин задержали. Больше сотни новых случаев заболевания зафиксировали в отдельных районах Донецкой области. Местные жители в соцсетях сообщают о 21 смерти от COVID-19 за минувшие сутки. Всего за время пандемии самопровозглашенные администрации в Донецкой области признали 22 899 инфицированных. Из них почти 2000 человек умерли. Международные независимые организации и украинские власти считают статистику заболеваемости в Ордло намеренно заниженной. В Украине за минувшие сутки выздоровело в два раза больше людей, чем заболело. Положительный тест на коронавирус получили 3143 украинца. Тогда как одолели болезнь 6189 человек. В больницы с осложнениями доставили 915 пациентов. 150 скончались. По уровню заболеваемости лидируют Ивано-Франковская, Черновицкая, Винницкая области и Киев. Тем временем Украина готовится к старту вакцинации от коронавируса. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что все препараты, допущенные на украинский рынок, проверены экспертами, а поэтому безопасны. Украина на сегодняшний день не будет использовать такие вакцины, как Pfizer-BioNTech, Cinovac BioNTech, Novavax, AstraZeneca, Moderna. На рынок Украины допускаются вакцины, которые имеют промежные результаты третьей стадии клинических попробований. Участником которой является и Украина. Ранее вакцина AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Евросоюзе и Индии. 12 новых автомобилей скорой помощи получила станция экстренной медицины в Кривом Роге. Внутри есть все необходимое для спасения пациентов при транспортировке в больницу. Электрокардиограф, кардиомонитор, дефибриллятор, два кислородных баллона и пульсоксиметр. Новая скорая будут обслуживать жителей Кривого Рога, Желтых Вод и пяти прилегающих районов. Автомобили приобрели за средства госсубвенции. И это только первая поставка, говорят в областной госадминистрации. Если сравнивать до этого работу на «Газели» и нынешние автомобили, то, конечно, разные вещи. Довольно-таки прекрасная машина, как говорят в народе, бомба-ракета. Для медицинского персонала вообще хорошо. Они могут встать и в полный рост, и во время движения оказывать необходимые медицинские... ...оказывать медицинскую помощь. Приговор суда первой инстанции по делу о расстрелах митингующих на улице Институтской во время революции достоинства в феврале 2014 года может быть вынесен к концу 2021 года. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она отметила, в прошлом году расследование дел, связанных с событиями на Майдане, значительно активизировалось. В частности, 42 людям сообщили о подозрении. Кроме этого, Венедиктова отметила необходимость совершенствования процедуры заочного осуждения. Данный законопроект на этой неделе рассмотрит Верховная Рада Украины. Следствие всесторонне расследует все факты злочиней в период Майдана. В планах – початок заочных судовых процессов стосовно колишнего руководства державы за подеи 18-20 лютого 2014 года. А также о членах злочинной организации так называемых «тятушек», которые на замовление колишнего руководства МВС Украины выкрадали и катывали участников акций протеста. Результаты расследования причин пожара в Харьковском пансионате для пожилых людей опубликуют 18 февраля. Накануне состоялось итоговое заседание правительственной комиссии о причинах возникновения пожара. Кроме выяснения причин и определения виновных, наработаны механизмы для усовершенствования рынка соцуслуг. Пожар в Харьковском доме для пожилых людей произошел 21 января. В результате трагедии погибли 16 человек. В тот же день правоохранители задержали четверых подозреваемых. Все они находятся под стражей. Фальшивое тушение пожара в Луганской области. Шестерым спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям объявили о подозрении. Офис Генерального прокурора Украины инкриминирует начальнику одного из отделов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области и пятерым подчиненным подделку документов. В частности, по информации Офиса Генерального прокурора Украины, они вносили ложную информацию о пожарах, которые якобы ликвидировали летом 2020 года в дачном кооперативе «Волчье озеро». Тогда в огне погибли три человека и сгорели десятки домов. В результате лесных пожаров в сентябре 2020 года в Луганской области погибло 11 человек. Нетрезвое вождение и ложное минирование. Сегодня Верховная Рада Украина собирается ужесточить ответственность за эти правонарушения. В парламенте работает корреспондент телеканала ТОМ Артем Голуб. Артем, расскажи, какие наказания для нарушителей предусмотрены в этих законопроектах? Как раз сейчас по поводу этого законопроекта, который предусматривает ужесточение наказания за нетрезвое вождение, депутаты просматривают к ним правки, сейчас их принимают. Согласно этому законопроекту предусмотрено, что водителю, которого поймали в нетрезвом состоянии, грозит штраф в 17 тысяч гривен и лишение прав на один год. Если этого же водителя за тот же год поймали уже второй раз, то штраф будет уже составлять 34 тысячи, и транспорт у него будет изъят, и забрать его он сможет, только выплатив отдельную плату. Также могут назначить ему 10-дневный арест и лишение прав на три года. Если этого же водителя, как уже злостного нарушителя, поймали третий раз за один год, ему предусмотрено штраф уже 51 тысяча гривен, конфискация транспорта и лишение прав на вождение, на 10 лет. Правоохранители говорят, что за прошлый год было зарегистрировано в Украине 168 тысяч ДТП, 5 тысяч из них как раз были с участием водителей, которые находились в алкогольном опьянении, но, как говорят сами правоохранители, многим из них удалось избежать ответственности, это из-за того, что мы имеем сейчас несовершенное законодательство, устаревшее, скажем так, в этом вопросе, и что конкретно нужно изменить и новым законопроектом, давайте послушаем от правоохранителей. Усунение тих застарелых механизмов, радянских механизмов, которые на данный момент есть в кодексе, это передача справи на расследование трудового коллектива, это закрытие справи за малозначностью, то есть у нас сейчас есть сотни справ, которые, например, судом решаются вопросы, что данную справу можно отдать трудовому коллективу, то есть сюда и директор, бухгалтер, и пожурили, например, водителя, в такой справе и сказал, что больше так не делай. Теперь избежать ответственности с новым законопроектом водителю, который был в алкогольном опьянении при ДТП, будет намного сложнее. Кроме того, новый законопроект предусматривает то, что за превышение скорости более чем на 50 км в час будет предусмотрен новый штраф 3400 гривен. Сейчас этот штраф составляет 510 гривен, то есть будет ужесточение за превышение скорости. Кроме того, также депутаты чуть позже после этого законопроекта рассмотрят законопроект, который касается увеличения ответственности за ложное минирование, за ложное сообщение о подготовке какого-либо теракта или взрыва или пожара или других действий, которые могут привести к ужасным последствиям. Нарушителю будет грозить лишение свободы от 2 до 6 лет и также конфискация имущества. Пока что депутаты продолжают рассматривать правки к закону по ужесточению ответственности за нетрезвое вождение. Студия. Спасибо, Артем. Это был Артем Голубь из Верховной Рады Украины. Там сегодня рассматривают закон об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Украина первая страна в мире, которая приравняет цифровой паспорт к обычному бумажному. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. За соответствующий закон в первом чтении уже проголосовали народные депутаты 4 февраля. В приложении ДИИ доступны биометрический загранпаспорт, ID-карточка, а также водительские права и карта плательщика налогов. Уже сейчас украинцы могут использовать цифровой паспорт для отправки посылок, покупок, получения административных и банковских услуг, а также для покупки билетов на поезд или самолет для путешествий внутри страны. Мы будем первой страной в мире, которая легализирует электронные паспорта. Украинцы уже могут пользоваться электронным паспортом в любых жизненных ситуациях. От оформления посылок на почте до предъявления в магазинах. Но после принятия закона он на законодательном уровне будет приравнен к обычному паспорту. Везде, где действует обыкновенный паспорт, будет действовать электронный. Это были все новости к этому часу. Следующий выпуск новостей смотрите уже с моим коллегой вечером. Я же с вами прощаюсь за завтрашнее утро. Я напоминаю о том, что страницы телеканала Дом есть в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. А также у нас есть сайт каналдом.tv. Следите за нами в удобное для вас время. Спасибо, что смотрите Дом и хорошего дня. Дом и хорошего дня.